Абхазия Грузины заходили в 89-го. Они говорили о том, что хотят провести мирный митинг. Ровно 32 года назад в Абхазию заходили грузины и под тем предлогом, мирным предлогом, они говорили о том, что хотят просто защитить железную дорогу. Ровно через день высадился грузинский флот в Абхазии и началась война. На самом деле Абхазия понесла очень большие потери. Она прошла очень сложный путь народа Абхазии, но в то же время и героический путь. И сегодня мы не могли не прийти и не почтить память тех людей, которых уже с нами нет, тех героев Абхазии. Там воевали и осетины, наши братья. И тот героический путь особенно важен сегодня. Сегодня важна история, когда мы видим, что и в зоне специальной военной операции воюют и абхазы наши братья, и осетины бок о бок, и русские ребята. И очень важно, мне кажется, даже вот в это время, особенно в это время, помнить те сложные веки в истории, которые проходил и наш народ, и абхазский. Мы сегодня сюда пришли, чтобы почтить память, выразить солидарность с народом Абхазии. Сегодня поминальный день в республике Абхазия. Сегодня вспоминают тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Абхазии, за лучшее будущее абхазского народа. А задача стояла полная оккупация Абхазии и полное истребление. Я вам приведу небольшой пример. Когда войска вошли и начали продвигаться в сторону Сухума, тогдашний представитель Верховного Совета Ардзимба позвонил Шварднадзе, тогдашнему руководителю Грузии, и поинтересовался, что происходит. Он говорит, мол, я не в курсе, что происходит. Я ищу своего министра обороны, я не знаю, где мой министр обороны. А войска уже дошли до Сухума. Для абхазского народа началась отечественная война. Ну, противник, воспользовавшись фактором неожиданности, фактически занял всю прибрежную территорию, столицу республики. В общем, нависла серьезная угроза для абхазской государственности, для абхазского народа. Одними из первых на помощь истекающей кровью тогда Абхазии прибыли наши добровольцы. Добровольцы из Вершной Осетии, прошедшие боевой путь. И есть такое осетинское слово, нефсебоохтуй. Вот они вселили надежду, что можно бить врага. А 30 сентября уже вышли к государственной границе по реке Ингур. И наступила долгожданная победа. Должен сказать, что в Абхазии помнят и глубоко чтут память тех ребят, которые сложили свои головы. К сожалению, пролилась и осетинская кровь. Семеро наших доблестных, достойных парней, они сложили свою голову за свободу и независимость Абхазии. В Абхазии это хорошо все помнят. Безмерно благодарны осетинскому народу за то, что воспитали таких достойных сыновей. Огромная благодарность, конечно, руководству республики, которые сегодня организовали вот это мероприятие. Это говорит о том, что на самом деле наши отношения носят поистине братский характер. Желаю всем здоровья, желаю подсветания и мира нашим народам. Редактор субтитров А.Семкин